Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGTure немного про нашу хост деятельность. Мы решили значительно расширить линейку по Hyundai X-Tier. Напомню, что Hyundai X-Tier производится в Южной Корее, делает его компания Hyundai Oil Bank. Это четвертая компания в Южной Корее по величине, по производству как раз нефтепродуктов, является подразделением Hyundai Heavy Industries. Hyundai вообще изначально это большая структура, семейная, потом они разделились. Есть вот Hyundai, который занимается автомобилестроением, легковым автомобилестроением. Есть Hyundai, который занимается тяжелым машиностроением. Вот как раз Hyundai Heavy Industries является владельцем Hyundai Oil Bank завода и бренда Hyundai X-Tier. Так они связаны между собой. X-Tier линейка широкая, мы имели в своем как бы портфеле, наверное, одну четвертую только часть. Сейчас мы значительно расширим, у нас появится плюс 18 PSQ позиций и где-то позиции 9 по позиционной именно конкретно. На завод, возможно, я поеду, потому что мы встречались с нами, с руководством техническим, мне дали разрешение на съемку. Единственное, что сейчас надо решить, вопрос там, технический вопрос именно с фоездским, потому что там от Сеула еще 3 часа, короче, до Сеула мне надо добраться, сейчас там очень много полетов. В общем, короче, решим этот вопрос, возможно, я покажу вам завод, потому что мы корейские заводы вам уже показывали. Итак, позиционно, что мы добавляем конкретно на наши маркетплейсы и к нам на склад в течение пары дней? В первую очередь, конечно, это будет Wildberries и Озон, в дальнейшем чуть попозже добавим еще и на Мегамарт, который у нас спустился новый, наконец-то с горьим пополам по системе ДБС. Итак, начнем, наверное, с самого простого варианта, самого недорогого, это Hyundai 500 серии G500. Напомню еще раз, что G вначале название это gasoline, бензин, а D это дизель. Линейки там 500, вот они тоже любят такие вещи, 500, 700, 800, это просто разные пакеты. На самом деле, это просто разные пакеты, например, 800 используется Infinium пакет, 700 используется Lubrizol и так далее. По сути дела, только в этом разница. Ну, есть ли разница реально в качестве продукта? Я думаю, что это в большей степени, конечно, маркетинг. Но здесь, конечно, начальный продукт, здесь Lubrizol пакет G500, 10W40, самый простой, самый такой начальный продукт. Четырехлитровые литровые канистры пришли. G700 и следующие 530, 540, в общем, по большому счету один и тот же пакет, абсолютно просто, рязкость разная. Четырехлитровые литровые канистры G700. Спишка, конечно же, естественно. Вот, потом G800 следующий, это у нас тоже два варианта 530, 540 по бензину. Слухи ходили, что типа GTL база используется G800 в отличие от G700. Ну, я в этом, честно сказать, вообще не уверен, абсолютно. Думаю, что это просто на уровне слухов. А, и 540, соответственно, тоже самый продукт, тот же сам пакет, просто рязкость разная. И G800, это дизель. Интересно, вот здесь по осе C3, соответственно, конечно же, идет здесь Longlife 4, по Мерседесу 229, 52, 31, 51, Dexos 2 и рекомендуется для DPF сажевых элементов. Шестилитровые канистры, вернее, и литровые пришли. Из необычного мы добавляем 4T, 5000, для чего он нам нужен, потому что здесь есть спецификации по джасу MA2, которую постоянно спрашивают наши покупатели, редко ее используют. В общем, такая спецификация есть MA2 по джасу, которая у многих прописана в современных DWS. Итак, по 4T, только, к сожалению, один продукт добавляем. По трансмиссии это будет CVT, CVT, в которой есть в списке соответствующих есть HCF-2, в чем я не совсем, на самом деле, уверен. Я бы на вашем месте, если у вас есть необходимость HCF-2 долить, все-таки искал HCF-2. У нас она появится скоро в японском варианте, уже идет, уже мы ее ждем через пару недель, а сейчас пока есть в Америке, даже в Америке, кстати, она получается литрушка чуть-чуть подешевле немножко даже. Так, и ATF SP-3, HV, это обычный третий, X-Strone 4, там тип Т4, однотипный продукт, который на одном тоже пакете всю жизнь делался, и поэтому может смело его там использовать в качестве мультика. Но опять же, если у вас там есть возможность, все-таки покупаете то, что прописано по OEM, в коробку, именно в автомат. Вот, и в последнюю очередь рассматривать мультики это касается, вообще, в принципе, общий принцип таков, на мой взгляд, я так и считаю. В общем, так здесь все, а еще самый интересный продукт, господи, чуть не забыл, это 0W30GSL. Продукт для внутреннего рынка корейского, поэтому на официальном сайте Hyundai X-Tier в России его нет, именно поэтому не пугайтесь, это нормальное явление, потому что продукты делаются разные для разных рынков. 030 прописано у многих современных Kia Hyundai, в мануале можно его смело использовать, это Infinium пакет, очень хороший, кстати, продукт, между прочим, но он такой не очень дешевый, скажем так. И последнее, это антифриз, антифриз красного цвета, к сожалению, не MSDS-кий, не FDS-кий, как это обычно бывает с OEM-продуктами, нигде не прописано по Volkswagen соответствии, которым наши пользуются россияне всегда. Но это G12+, процентов 99 по пакету, пакет, скорее всего, BASF они используют, скорее всего, ну, возможно, Arteco, но, скорее всего, BASF красного цвета, это концентрат разводится, если разводить его 50-50-50, то минус 36 начала кристаллизации. По факту, как всегда это бывает, немножко температура заниженная, поэтому, если вы разводите 50-50 пополам, то где-то температура начала кристаллизации реальная, 38-39 градусов примерно будет, поэтому до 40-42, можно еще ездить нормально, если у вас в регионе температура опускается часто минус 45-50, где-нибудь в Якутске, в Неринге, в Вилюске, то, конечно, лучше разводить меньше пропорции, больше антифриза, меньше воды. Там все прописаны, сзади есть табличка специальная, там все указано. Усё, это популярный продукт, еще раз напомню, что это четвертая большая корпорация в Южной Корее, четвертая по величине, после SK, GS Caltex и SOIL. Они также занимаются всем, у них большие новинки, ну, что сказать, у них даже по танкерству есть. В общем, все добавим сегодня, ссылочки я размещу в описании к этому видео, на маркетплейсе, на мегамаркете, чуть-чуть попозже добавится, там все очень-очень долго все делается конкретно, поэтому там, наверное, может через недельку примерно появится позиция. С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru, подпишите, поставьте лайки, пишите колокольчики. Всем пока!